друзья всем привет сегодня будем разбираться с проблемой одного пистолета человек через меня покупал с москвы это алпиарш 400 с головой лвx много пистолетов таких было продано и это первый случай вообще по крайней мере мне позвонили первый раз и сам я не сталкивался с такой проблемой у человека травит сейчас покажу сейчас покажу что травит человек позвонил говорит услышал звук что травит как будто слегка нажат курок шланги 8 атмосфер так принципе ничего не слышно звук то есть такое ощущение что чуть-чуть нажат курок сейчас будем разбирать пистолет смотреть что с ним просто интересно что там внутри произошло обычно эта проблема может быть из-за того что пистолет замочили полностью растворители то есть резинка разбухла который тут одна уплотнительная резинка вот здесь стоит резинка разбухла и просто не перекрывает либо же какой-то мусор попал все других вариантов нет если заводской брак это было слышно сразу достав его из коробки а так это брак приобретенный то есть это апрель май июнь июль ну скажем так четыре месяца назад был куплен этот пистолет то есть процессе работы это появилось сейчас разберем посмотрим что там происходит самому интересно добраться до этого клапана никогда туда не лазит начнем с того что нам нужно добраться до этого клапана вытащить иглу реально первый раз такая проблема я свой у меня была пашка ты ну такая же я бывало его что и замачивал то есть мы полностью растворители ничего не происходило мне всякое бывает может действительно заводской брак 17 башка довольно таки легко пошло я думал сильнее будет закручена так аккуратненько у нас тут паранитовая обжимка под ней есть мусорок сейчас свет включу не сказать что это прям мусорок просто есть какое-то вот черное в этой части далее не просто не знаю что-то внутри поэтому на аккуратненько пружина пружина без стороны и клапан тот который я так понимаю перекрывает есть какой-то мусор на лед черный на конту не знаю как так передать он он не сильный но он имеется сейчас ради интереса если санек будет не против мы разберем его лташку которая два года которая работала в таких условиях что врагу не посоветуешь нас он еще часть этого разберет так смотрим что там еще внутри там у нас внутри получается интересных они так надо снять курок так пистолет в общем у человека чисто не сказать что насиловал то есть он умыл даже под курком но наслоение грязи конечно имеется растворитель не самый чистый был применен сейчас мы да ради интереса сравним сашкину лташку так тут я не могу вытащить этот механизм не мешает уплотнитель иглы наверное его сейчас вытаскивать и не буду там внутри шестигранником откручивается пластиковая вставка под ней есть резинка теперь только надо найти каким шестигранником и как вот туда так и вот так пошло не туго в принципе удобно сделали все откручивается у девилбисов там когда меняешь прокладки у них специальный съемник им надо выдергивать и заталкивать прокладки тут все получается на обжимках каких-то сейчас разберем посмотрим так ухты 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 что мы видим до жутко страшного ничего я не вижу есть чуть-чуть налет какой-то беленький вот его на ноготь собираю себе ну не думаю что это может стать причиной так они тут беленький налет этот везде под резинкой для санюк видишь хрень какая-то под резинкой так что мы сейчас сделаем там у нас больше ничего нет у нас получается канал входит здесь его запирает с этой стороны с этой стороны вот так подпружинивает ага то есть вот эта резинка эта резинка уплотнения чтобы у нас не выдувала под вот эту гайку а само все что работает на курок то есть мы курок нажимаем извиняюсь не показываю мы курок нажимаем вот этим вот он открывает и запирает чисто конус в пара нити в этом угу значит мы сейчас тут все дело это почистим аккуратненько помоем посмотрим чтобы не было никакого свора мусора но тут видно что мусор есть красный и эта хрень эта хрень стоит внутри вот туда то есть это изнутри идет дрянь и не исключено что вот частички вот этой дряни просто под вот этот клапан поналипали их сейчас надо почистить помыть я уверен что ствол будет работать безукоризненно но вот это вот это первый признак того что во внутрь попадал растворитель хотя вот до этой резинки он сильно не дошел резинка получается по внешней части а протекала может быть чуть чуть по внутренней сейчас попробуем сделать и ради интереса разберем сашкин ствол которому уже лет так немало так что нам нужно для работы нам нужно аккуратненько перчаточки стаканчик стаканчик хороший растворитель именно хороший это такая дрянь которой промываю пистолет то есть я им не мою я им промываю потому что он не дешевый закидываем туда все что у нас есть металлическое и это тоже помоем это отдельно помоем сейчас внутри там уже не осталось ничего из резинового паранитового то есть я все кисточкой аккуратно ершиками там поотмываю все каналы повыдуваю помою ствол так в разборе здесь здесь аккуратно буду быстренько мыть растворителем то есть аккуратно промывать и продувать чтобы сильно не замачивать резинку у меня задача просто отмыть вот это тут красный видите юбка внутри красная а извиняюсь я вас обманул это кольцо красное красное резиновое кольцо но оно тоже с небольшой грязью ну не критично так скажу то есть грязь не критичная у меня для этого дела специально я себе покупал иватовский набор целый для чистки тут жесткие кисти жесткие щетки разные ешики по диаметру и жесткости и самое главное есть вот такие вот ершики которых отдельно хренди купишь Саня что ты с этим ершиком делал с белым куда ты его засол что он такой убитый а одноразовый ершик зашибись одноразовый ершик ты же наверное опихал его как не в себя и вот такой еще есть ершик он как раз у нас вот сюда четенько проходит и все нам почистит так ну этот Саня уже убил ершик приступаем начну с вот этой штуки мочу только ершик в принципе вот этот весь набор который я сейчас показал его можно купить отдельно то есть подбирать что-либо но тут в наборе из самого главного сейчас покажу есть вот такие вот иглы для чистки тонких отверстий в головах и смазка заводская смазка это мы сейчас будем мазать уплотнительные колечки именно вот чисто из-за этого по сути я его и покупал все остальные кисти можно купить отдельно это не есть проблема единственное чего я не видел ну не видел я их не искал особо это у таких тонких кистей все остальное есть в наличии беспроблемно и всегда налет легко отмывается очищается секунду ну что там сейчас анти свой тоже разобрал как тебе похвастаться что такое на тебе вот это открутить на так во внутрях во внутрях во внутрях пойдем большой щеточкой и И теперь его весь аккуратненько сполоснуть и быстренько обдувать. Тут, я думаю, всё. Сюда больше мы лезть не будем, кроме как чуть-чуть помажем вот той смазкой. Смазка специальная, не силиконовая, чтобы не было проблем. То есть это та смазка, которую завод упаковывает. Её сейчас на иглу посажу и иглой размажу. Лишнее пойду выдуваю воздухом, потому что тут много её быть не должно. Иначе я человеку верну пистолет, а он у него будет плеваться смазкой. Давай, что там не работает? Да ну давай, покажем. Это Санёк разобрал свой. Ёлы-палы. Но смотри, но юбка, самое главное, что юбка, она прибитая ровненько. Охренеть. Это говнорастик зелёный. Это уже здесь. Это мой говнорастик. У него сухой остаток какой-то зелёный. На, откладывай, сейчас будем отдельно мыть. Давай этот соберу. Так, тут есть. Этот помазали. Откладываем. Углубляемся дальше. Меня очень сильно интересует вот эта вот штуковина. Ну да, с учётом, что у Сани вот в таком виде он вообще и никаких проблем. Ноль. Ни нареканий, ничего нет. Вот это там юбочка вот эта, главное, чтобы пришлёпанная. Да, главное, чтобы юбочка была пришлёпанная. Но прикол в другом. Если бы это было сначала у человека, я думаю, он бы не молчал 4 месяца. И сразу мне сообщил. А это произошло, ну, вот-вот. Просто пищи не лишу. Ну, что-то попало, да, небольшое. Так оно еле, я сначала воткнуло, не услышал. Пока, ну, уже не поднёс, знаешь, поближе. Тогда чётко ощутил. Ну, просто отключатывался. В латунке вроде бы никаких проблем я не вижу, если честно. Ну, нет ничего такого, что меня бы как-то смущало. Как вариант, можно попробовать, конечно, сейчас мы, по-моему, соберём. Это её притереть, то есть зажать во что-то ровно крутящееся. И аккуратно, там, не знаю, трёхтысячным, пятитысячным наждаком просто притереть. Но пока что этого не будем делать. Попробуем так, как есть, собрать. Продолжаем всё. Продута. Сейчас тут аккуратно мажу. Чуть-чуть резьбу. Так, аккуратно вывинчиваем. Не забываем сразу поставить эту направляйку, чтобы мне потом не выкручивать уплотнитель иглы под башкой. Так, также затягиваю уверенно, но не сильно, потому что было довольно-таки не сильно затянуто. Так, так. Тут чуть-чуть кину смазки тоже. И, наверное, чтобы оно всё у меня ровно собралось по одной оси, я так накину иглу, просто так направляющую. О! И сейчас подтягиваю. Есть. Далее. Открываем курок. Чтобы под курком всё было чисто. И чтобы люди были довольны. Ну давай. Всё. Есть. Сейчас иглу постоянно на место. Подключим к воздуху и послушаем. Неа. Подключил. Чётко слышно, что... Неа. Так, тогда пробуем сейчас притереть её. Итак, что мы имеем? Не помогла нам чистка клапана. Я его уже в дрель зажал. Чуть-чуть притёр. Об 3000 наждачок. Зажал их между собой. Притёр. Ну, как клапана притирают, знаете, по чуть-чуть. Так, бесполезно. То есть, звук такой же, всё такое же. По логике вещей у нас стравит под вот этой резинкой. Потому что я... Ну, короче, есть доступ, когда его полностью закручиваешь. Всё. Отсюда придавить пальцем. Как бы нажать с обратной стороны на курок. Ничего не меняется. Какая мысля? Сейчас я беру Сашкину вот эту вот резинку уплотняющую. Её чуть-чуть помажу. Закручиваю. И если проблема уходит, то дело в резинке. Она у него была убитая. Да не могу. Я беру его клапан, его пластиковый этот, направляйку с резинками. Всё закручиваю. Внутри пистолета всё чисто. Проблем быть не должно. Так, что-то я тупану. То есть я беру его клапан и его направляющую. А с этого пистолета беру вот эту направляющую. Послушаем. Я забыл поставить под курок, но просто послушаю, получится ли что-то с этого или нет. Ну и всё. То есть у меня сейчас звук травит вот отсюда. Тишина. Что это значит? Это значит, что у нас закончилась резинка там. Вот и прикол. То есть что с ней произошло? Ты свой, я знаю, что... Да оно по нему видно. Там ростик. И этот ростик. Если этот ростик ни хераски не сделала, то что там можно было? Что там можно было залить туда? Так она выглядит неплохо. Мы сейчас выкрутим и сравним просто твою и его. Выглядит она нормально. Если у меня даже на манометре резинки... Да у тебя да, на манометре резинки пораскисали. Непонятно. Просто реально непонятно. Значит корпус пистолета целый. Потому что если бы корпус пистолета был где-то ушатан, если бы он там сам лазил, да? Ну, твоя бы резинка тоже туда не стала. Человечески. Худжи нет. Смотрим. Твои запчасти сего мы никак не перепутаем. Они отличаются по цвету уже. Да одинаковые, блин. Резинки выглядят они одинаково. Но твоя, получается, чуть-чуть плотнее становится. Окей. Так. Твой пистолет я помыл. На, собирай. Это твоё, это твоё и это твоё. Вот это вот забирай. И всё. А тут мы теперь что? У нас вариантов немного. Это ехать на рынок и искать просто разного типа уплотнительные кольца, подбирать, взять их несколько и методом тыка определиться, что с ним делать. Я сейчас позвоню хозяину инструмента и просто с ним поговорю. Если он готов ждать, то есть, когда у меня будет время, я поеду поподбираю резинку. Борьба продолжалась. Враг не сдавался. Короче, я его победил. Ничего не травит, ничего не шипит. Поменял резинку. Думал сначала на неё. Но, как ни странно, это оказалось не резинка. Ну, хуже не будет. Что это было? Это был тот конусный клапан. Я уже не хочу разбирать. Он и так, бедолага, уже крученный раз 70, наверное. Вот тот конусный, латунный или бронзовый, какая она, втулочка, которая входит в пластиковую втулочку. Там, ну, в теории так, если выразиться. С воздуха попал какой-то микромусор. И он поставил точечку. И вот пока я эту точечку не выполировал дрелью на отдельно снятом этом механизме, применяя разные пасты и доводя её до самой маленькой, потом до вазелина вот этого технического, чтобы мазать, было бесполезно какие-либо действия. То есть, так же подшипливало. Я думал, сейчас поставлю прокладочку. Ага, перестанет. Куда там? Ничего не перестало. Всё так же, как шипит, так и шипело. Сейчас покажу просто, что работает. Дабы, так сказать, быть неголословным. Не страшно? Как бы всё. Всё отлично, всё хорошо. Поэтому сейчас выкручиваю этот, ну ещё раз разберу, подтяну вот этот конус и закручу всё обратно. Всё готово. А изначально казалось, что это, наверное, под резиночкой какой-то мусор. Нет. Это с воздушной системы где-то прошло какое-то загрязнение. Потому что, если бы это было изначально, то есть заводской брак, дефект, он бы травил со старта. А поскольку этот дефект приобретённый, то это значит механическое повреждение какое-то у нас зашло по шлангу туда, вовнутрь. Из-за этого выбраковывают пистолет и всё остальное, ну нельзя. Потому что куча образцов, просто реально десятки стволов таких проданы. Ни у кого никаких проблем нет. Одно только но. Не замачивать его вот так вот головой вниз и растворить или надолго. Потому что вот та резиночка, раз-два, которая тут есть, они могут раскиснуть, разбухнуть. И прийти, так сказать, в негодность. Но их поменять вообще никакой проблемы не составляет. С проблемой разобрались. Теперь вживую узнаем, что надо да как. Единственное, куда ещё не лазил, это в этот клапан. Ну он регулирует факел. Тут всё у человека вроде ровно, да и пистолет новый. Нефиг туда лезть. А так устройство примитивнейшее, простейшее. Ствол вообще классный, мне очень нравится. Всем пока.